ребят всем привет я к вам со своим лас-вегасом опять вот у нас осталось два цветочка от летнего цветения он у меня пересажен видео на канале есть все нормально у него я веду дневник его самочувствие вот смотрите что он делает эти все пять цветоносов мы с вами считали их раз два три четыре пять которые он сразу вырастил два из них было три выросла у меня в общем он на них продолжает свое цветение и я не знаю на каком этапе он вообще остановится и хотя бы один из них засушит ну чтобы это был какой-то эстетический вид в общем смотрите ну давайте рассмотрим вот этот цветонос смотрите как он разбудил почки здесь везде были цветы девочки видите они отсвели и еще когда цветы были он начал будить почки было такое ощущение что он боялся что я возьму ножницы и обрежу цветоносы не дождусь не дождусь его так сказать действий и в общем он быстренько еще когда у него были цветочки он быстренько разбудил все возможные почки со всех ответвления видите и вот дует бутончики вот видите вот новые ответвления растут вот кончики все живые вот так выглядят вот этот цветонос смотрите девчонки точно так же еще один цветочек есть красивый медовый и вот он рядышком продолжает 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 свое цветение наращивает бутончики торопится торопится боится не успеть так вот здесь тоже видите вот почечка под листиком разбужена на нем в общем короче наверное пока не закончатся все почки они не закончатся потому что он продолжает наращивать новые кончики цветоносов вот здесь тоже видите цветочек есть вот здесь тоже бутончики кончики живые в общем караул и кошмар вот этот вот интересный цветонос тоже вот смотрите разбужено две почки и вот так активировано цветение на старом на старом кончике вот тут видите сколько было цветочков вот так вот смотрите вот так это сейчас выглядит значит вот еще есть цветоносик который я все намеревалась обрезать думаю ну чё он там какой-то никакущий вот эти корешки девочки идут эти сухие это мое летнее содержание сухое надо будет летом ему подложить мха у меня очень сухо вот смотрите разбудил здесь почечку видите здесь на вот этом вот разбудил почку на этом цветоносе ну вы видите вот видите или это бутончик или не скорее всего что цветонос продолжает но и кончик тоже я ходила с секатором вокруг него думала вот этот именно цветонос хотела обрезать но он как-то быстренько подсуетился и надавал в общем ответвление чем девочки вот такой красавчик старайтесь чтоб он у вас выжил я думаю что когда проходит уже год-полтора и после если вот он до этого времени все с ним в порядке он у вас живеха ник остался можно тогда уже если корней много уже можно пытать попробовать пересадить и не бояться потому что он уже адаптирован получается и наслаждаться его цветением но надеюсь он распустит нам свою красоту и мы с вами вместе посмотрим на его кучерявое цветение я так называю кучерявая потому что эти когда много этих цветочков они вот так вот эти цветоносы знаете торчат в разные стороны и он такой вот симпатичный такой знаете растрепанный такой смешной но очень нравится мне его цветение его медовый цвет особенно когда он распускается он такой прямо яркий но сейчас он тоже яркий очень девочки не пахнет кто спрашивает пахнет ли лас-вегас это не ароматные сорт орхидеи в общем так листик у меня и стоит с таким повреждением я не трогаю думаю со временем он его зажелтит немножечко он ложится видите немножечко ложится потому что тянется все-таки к свету к натуральному источнику света хотя стоит у меня под лампами но дневной свет есть солнышко и солнышко девочки натурально все равно вот они тянутся и все ну посмотрю как будет дальше пока вот цветоносы немножко листики поддерживают видите вот с этой стороны прям он улегся на цветонос в общем вот так ну девочки подкармливаю потихоньку сильно на нем не экспериментирую есть у меня удобрения надо будет еще докупить такие знаете бутылочки у меня зеленая такая там капельки капаются вообще их рекомендуют вставлять в горшок с орхидеи ну зачем я просто водичку добавляют там на пол-литра две-три капельки и во время полива добавляю ему да она такое универсальное там она это же не знаю его состав но вы знаете о чем я говорю как же fuji fuji она называется как-то я бутылочку купила она кстати очень щадящие по корням и по листьям она не жгет поэтому его можно смело использовать неплохое и можно даже в поливочную водичку там капельку иногда не в поливочную господи в образ когда обрызгивать по листу вот он сейчас мокрый девочки у нас сегодня солнышко хоть нет отопления видите какой мокрюще нет отопления но тепло с южной стороны сегодня очень тепло шарку этим горшком и получается я пришла смотрю они прям смотрят на меня они прямо хотят хотят чтоб я их побрызгала видите с этой стороны сухие я попками их разворачиваю и брызгаю с такого мерка мелкодисперсионного обрызгивателя и по чуть-чуть по чуть-чуть и они прям нравится им так нравится им так особенно если лето жара вообще супер и они я вам уже много раз говорила заметила что хорошо начинают листовую пластину растить корни вот именно от того что когда жарко и даже тепло вот обрызгиваешь когда солнечно в общем вот такой вот мой вам сегодняшний привет от нас с нашим лас-вегасом знаете она у меня уже товарищ такой знаменитый на моем канале в общем был он куплен у меня в одиночном экземпляре не было у него соседушки он в горшочке был один многие пишут туда вам просто с ним повезло девочки не повезло он вел себя отвратительно в начале своего домашнего пути он шон только не делая вам уже рассказывала там в комментариях писала и говорила в первых видео про него я просто разводила максим и в тот покупной субстрат я просто полив проливала его вот так вот максимом не то что там я что-то мазала я просто его проливала грунт грунт проливала вместе вместе с цветком его делала максимом наверное таких проливов раза три с интервалом там и между максимами я еще вот максимом пролила ну там по инструкции я круче на глаз чуть розовенький пролила потом смотрю вроде остановилась плохое вот это какое-то его состояние немножко стабилизировалась и я перестала потом смотрю что-то опять и на тот момент помню не было максимом был топаз у меня я разбила топаз топазом пролила вроде опять ничего нормальненько пошел в рост и вот опять что-то он начал чудить я уже на тот момент уже был максим я максим купила и еще максимом опять провела и вот так вот я таких циклов два или три цикла сделала не знаю как надолго но вот уже два года он у меня в моей коллекции этот красавчик в общем думаю когда зацветет надеюсь все будет нормально что тут тут будут такие знаете более симпатичные кончики цветоносов цветущие и с удовольствием с вами поделюсь красотой этого сорта его цветением все девочки всех обнимаю всем пока пока мирного неба крепкого здоровья друзья